здравствуйте уважаемые телезрители с вами программа слово церкви и мы отвечаем на ваши вопросы меня зовут диакон иаков первый вопрос что такое крещение как оно происходит крещение это таинство церкви человек который хочет быть учеником иисуса христа хочет быть христианином он принимает таинство крещения и принимая это таинство как говорится в самом чинопоследовании таинства рождается новый человек умирает старый человек для своей греховной жизни и рождается новый человек для жизни со христом если мы говорим о взрослом человеке если мы говорим о крещении младенца то это таинство совершается над младенцем в том случае когда родители ребенка хотят чтобы ребенок воспитывался христианином воспитывался по заповедям христовым и тогда да ребенок конечно не понимает в тот момент что с ним происходит порой если он совсем маленький вот но по желанию его родителей он принимает таинство крещения в связи с этим нужно конечно сказать о том что крещение нужно принимать если это взрослый человек делает осознанно относиться к этому серьезно если мы крестим детей то нужно это делать только в том случае если мы собираемся их воспитывать в духе христианство потому что многие люди относятся к этому крещению особенно детей как какой-то процедуре которая поможет не болеть или поможет решить какие-то жизненные проблемы нет в первую очередь крещение это таинство в котором рождается новый христианин как оно происходит во время таинства крещения священник читает достаточно много молитв в тексте которых как раз таки раскрывается смысл таинства и самый главный момент крещения когда священник погружает крещаемого воду три раза со словами крещается раб божий такой-то называется имя во имя отца аминь и сына аминь и святаго духа аминь после этого совершается таинство миропомазания в котором и спрашиваются дары святого духа на человека следующий вопрос от евгения я слышал что таинство крещения может совершить и мирянин но при каких при каких-то особых обстоятельствах в каких случаях таинство крещения может совершить мирянин и что он для этого должен сделать евгений да действительно есть такие правила церкви которые позволяют в том случае если человек находится при смерти находится в тех обстоятельствах когда он не может позвать священника например на войне человек находится либо в больнице он умирает и есть вероятность что пока он будет ждать священника которого позовут к нему чтобы крестить он не доживет просто до этого вот в таких ситуациях критических конечно же церковь и господь не может отказать человеку который искренне хочет быть христианином ведь благоразумный разбойник как мы помним который висел рядом со христом на кресте он тоже в последний момент своей жизни обратился ко христу и христос его не отринул не отверг также здесь если человек обращается в последние моменты жизни ко христу то господь его не отвергает и есть такое правило что любой человек любой православный христианин может крестить вот этого вот желающего принять крещение для этого нужна только вода и человека либо окунают если нет такой возможности то поливают водой если такой возможности нет то окропляют водой или хотя бы мажут водой это не столь важно со словами с теми же словами крещается раб божий такой-то во имя отца аминь и сына аминь и святаго духа аминь если этот человек дальше его же судьба складывается благополучно он выжил в той критической ситуации то он приходит уже в храм и священник читает над ним другие молитвы из таинства крещения и совершает таинство миропомазания следующий вопрос от ксении у меня есть не освященный серебряный крестик бабушка сказала мне что для его освящения не обязательно нести его в храм к батюшке а достаточно окунуть его в святую воду так ли это ксении видите ли действительно освящать крестик не столь обязательно и нет таких церковных правил которые запрещают носить не освященный крестик что такое крестик для христианина нательный крест это его символ который должен напоминать ему и окружающим что он христианин и до 17 века не было традиции освящать нательный крест эта традиция появилась в русской церкви только 17 века и почему и для чего возникла эта традиция если человек не освящает крест просто купил крест или ему подарили он надел и носит его то высока вероятность что он будет носить крест как бы бездумно то есть не осмысляя для чего он это делает а когда человек приходит в храм к священнику и там происходит чин освящения нательного креста то молясь вместе со священником виде как священник совершает эти молитвословие освящает крест больше вероятности что человек как-то будет сознательно этот крест носить поэтому освящать крест хоть и не обязательно но желательно кроме того любое такое вот освящение каких-либо вещей в том числе креста это лишний повод побывать храме помолиться богу что само по себе полезно для человека то же самое с освящениями других вещей например освящение автомобиля ведь не гарантирует от дтп водителя вот но это священодействие призвано напоминать водителю что он не просто водитель он водитель христианин он должен вести себя за рулем как христианин вот для этого нужны различные чины освящение тех или иных предметов следующий вопрос от ольги скажите пожалуйста можно ли не крещеному ребенку надеть крест ольга вы знаете какого-то запрета церковного который бы предписывал ни в коем случае не одевать крест некрещеному человеку нет конечно же поэтому можно на некрещенного ребенка одеть крест другой вопрос для чего все таки как мы уже говорили крест является символом христианина а если человек хочет быть христианином либо его родители хотят чтобы младенец был христианином то конечно же нужно приступить к таинству крещения с другой стороны если у вас крещение назначено на какой-то день но при этом есть очень большое желание до этого надеть крестик на ребенка наверное в этом нет ничего плохого вопрос от марии здравствуйте есть ли возможность найти записи о моем крещении чтобы точно узнать дату крещения мария вам следует обратиться в тот храм где вас крестили и возможно там будут соответствующие журналы и записи о крещении таким образом вы сможете найти точную дату своего крещения опять же вопрос в том где вас крестили и сможете ли вы туда добраться сейчас и как давно это было то есть это нужно этот вопрос решать каждом конкретном случае бывают ситуации когда невозможно найти подобных документов я думаю что ничего страшного в этом нет вопрос от анны добрый вечер мы покрестили дочку было красивое крестильное платье можно ли носить крестильную одежду после крещения действительно во время совершения таинства крещения после погружения в воду троекратного накрещаемого одевается белая рубашка ну или как здесь написано платье вообще белая рубашка и по традиции древней церкви в этой крестильной белой одежде крещеный человек ходил восемь дней после крещения ну может быть не только в ней что-то еще надевал но носил вот эту одежду белую рубашку на себе восемь дней восемь число восемь символизирует вечность христианстве то есть символизм этого действия заключался в том что христианин стремится к тому чтобы в носить эту белую одежду христианина белая одежда символизирует чистоту человека после принятия таинства крещения которому простились грехи которые он совершал до крещения может быть по незнанию по неведению и его задача конечно же в этой чистоте душевной которую символизирует белая рубашка пребывать до конца своей жизни по традиции церковной эту белую рубашку крестильную не одевают больше в течение жизни ее благоговейно хранят как память о том дне когда таинство крещения было совершено и к примеру в пушкинском музее хранится белая крещальная рубашка в которой крестили поэта александра сергеевича пушкина поэтому наверное все-таки носить платье вот эту крестильную рубашку крестильное платье не стоит может быть только какие-то особо значимые дни когда вы хотите вспомнить о крещении хотя такой традиции нет но может быть если вы почитаете эту дату крещения то в этот день можно как-то торжественно одеть это платье вот но опять же этого нет церковной традиции поэтому скорее всего лучше благочестиво хранить рубашку следующий вопрос от калерии николаевны крестные мои дочери вступили в брак а я слышала что муж женой не могут быть крестными родителями что делать ну следует сразу ответить что делать пожелать этим людям счастливого христианского брака и рождение и христианского воспитания детей и не придираться к ним конечно же вот если разбирать эту ситуацию с точки зрения церковных канонов то по церковным правилам строго говоря у крещаемого должен быть только один крестный или как правильно называется он восприемник по полу крещаемого то есть у девочки крещаемый женщина восприемница или крестная мама у мальчика или мужчины мужчина традиция что у крещаемого два крестных родителя два восприемника это русская традиция которая не прописана во церковном законодательстве поэтому с точки зрения вот буквы закона если так можно сказать можно жениться крестному папе и крестной маме между собой потому что один из них так сказать является крестным только по традиции они по церковным правилам действительно церковные каноны запрещают брак между крестным родителем и кровным родителем ребенка то есть к примеру если у девочки есть крестная мама а отец девочки стал вдовцом то этот отец девочки не может взять жены крестную маму откуда возникло это правило из идеи о том что есть духовное родство между крестником крестными родителями крестным родителем и это духовное родство не нужно смешивать скромным родством то есть все таки они должны быть отдельно в данном случае это правило не действует по отношению к крестным родителям вашей дочери дорогие друзья время нашей программы подошло к концу если вы хотите задать ваши вопросы то вы можете присылать их на адрес электронной почты которые вы видите на экране за сим с вами прощаюсь всего доброго ангела-хранителя вы и и и и и и